Вышел на лёд и честь, но отнимел на жизнь. Сам Бог идет в большую жизнь. Традиционно получать свою путевку в жизнь в Сергеев Посад приезжают спортсмены из разных городов Московской области. В этот раз на коврах спорткомплекса «Луч» в рамках открытого турнира «Золотой круг» спортивной школы «Центр» свое мастерство демонстрировали около 100 юношей младшего и среднего возраста. Уважаемые участники и гости нашего турнира, нашего города, мы рады всех приветствовать, как всегда в этом замечательном спортивном зале. Наш турнир второй день, проходящий, носит, можно сказать, уже историческое, символическое название «Боевое крещение». А сегодня на этом «Золотом круге» пусть «Боевое крещение» пройдет каждый из вас. Удачи, побед на ковре и в жизни. Спасибо. Хочется пожелать заслуженных побед и чтобы в дальнейшем продолжать заниматься этим замечательным видом спорта, на него самая и достигая наибольших успехов и достижениям этого мира спорта. Спасибо вам, что все приехали. В турнире принимают участие спортсмены ближайшего нашего региона, это в основном Север-Подмосковья, города Королев, Пушкин, Мытищи, Дубна, Дмитров, вот этот Север-Подмосковья, ну плюс еще Владимирская область, город Александров, Ярославская область, город Углич здесь присутствует у нас. Турнир «Золотой круг» уже много лет проводит заслуженный тренер России по самбо Александр Семенов. Соревнования являются квалификационными, на котором участники имеют возможность выполнения нормативы для юношеских разрядов. По словам наставников, мальчишки в рамках подобных состязаний, кроме соревновательной практики, получают и отточенные приемы. Своим подопечным говорю прежде всего, что должны показать себя с лучшей стороны с той точки зрения, как боролись на тренировках. Для многих, наверное, результат в первую очередь не важен, да, но видно, что ребята маленькие, всем хочется победить. Бывают и слезы, и горечь поражений, и от этого как бы никуда не уйдешь. Но основная задача данного турнира, я считаю, что это все-таки пробороться, проверить свои силы, обменяться опытом. Тем более, что с Сергеем Посадом мы со школы давние друзья, друг к другу ездим, нам очень все нравится. Мы привезли целый автобус, 30 человек. Ребята очень сильные, турнир хороший. Это хорошая стартовая площадка для того, чтобы попробовать свои силы и увидеть результат работы тренера за полугодие, за год, в конце сезона для молодых спортсменов. Это очень важный старт, тем более в преддверии отбора на первенство России, на первенство Центрального федерального округа, где уже нужно показывать конкретный результат. И вчера, и сегодня у нас более 100 человек участников приехало. Это, конечно, говорит о популярности этого вида спорта. Это говорит об организаторе этих мероприятий, Семенове Александре Васильевичу, как талантливом, уважаемом человеке, разбирающемся в этом виде спорта, болеющем за него по-настоящему. Люди это все видят, его отношение к этому, отношение к детям, отношение к спорту. И поэтому это объясняется тем, что вот сегодня и вообще вот на наших турнирах сейчас очень много приезжает участников. Мы, как принимающая сторона, рады и всегда готовы принимать у себя еще большее количество ребят и популяризировать этот вид спорта. 10 секунд. Время встречи. Квалификационные соревнования, кроме всего прочего, позволяют действующим спортсменам побыть в роли судей. Это является также обучающим элементом. Пожалуйста, что сложнее судить или бороться на табле? Бороться. А вот что входит в обязанности судьи? Расскажи нам, пожалуйста. Судить. Я сейчас сужу за таблом, нужно просто писать баллы и больше ничего не делать. И следить за время. Судейская практика спортсмену, действующему спортсмену, она тоже нужна. Они здесь сами понимают, за что им дают оценки во время борьбы. Сергею посадец Антон Иванов занимается самбо 8 лет. В его активе уже 15 турниров. Вот и на золотом ковре он в числе фаворитов. Болевым приемом победа держал борец в красной форме Иванов. Сергей посадок. Я считаю, что выиграл сладкую за счет своего носливости. Потому что я тянул болевой и не сдался. Я буду еще бороться в финале. А я знаю своего противника. Он занимается со мной в одном клубе, я его давно знаю. Сложнее. Он будет знать, что я буду делать. Не уступают своим старшим коллегам и младшие юноши. Саша Алешину всего 9 лет. Два года из них он изучает самбо. Сложная для меня сходка была тем, что он постоянно лез в ноги. А что? Как с этим бороться? Взять его ногу и подсечь другую. У тебя получилось это? За два дня соревнований Сергея посадки и самбисты показали высокий уровень. В субботу на первенство Московской области в своих весовых категориях отобрались Рустам Алиев, Александр Колодяжный, Максим Посека, Илья Матвеев, Сергей Гусар, Тимур Нуркулов, Егор Пророков. В воскресенье одержали победы и заняли призовые места Егор Макеев, Лычков Андрей, Курбан Запиров, Илья Урвачев, Илья Саванин, Евгений Лобанов, Антон Иванов, Александр Алешин, Артемий Романовский, Иван Киселев, Матвей Суслаков, Илья Белоусов, Илья Сераштан и Кирилл Харьков. Татьяна Трушкина, Михаил Жучков. День города.